Красноярские дельтапланиристы поборются за Кубок России. Сейчас в нашем городе таких спортсменов единицы. Не мудрено, ведь в полете может случиться все, что угодно. Что уже довелось испытать нашим летчикам и как они готовятся к соревнованиям, узнала наша съемочная группа. Желание летать было с детства. С детства знал, что такое не так. Воплотить мечту и также смотреть на землю свысока Леонид решился пару месяцев назад. Единомышленников в Красноярске нашел с трудом. Дельтапланиристов здесь можно сосчитать по пальцам. Единственному клубу недавно исполнилось пять лет. Хотя впервые эту конструкцию подняли над городом еще в 1974-м. Самого Леонида на полеты пока не пускают. Рано. Ленивый же у нас народ, по большей части. Все хотят побыстрее, чтобы все это было. Чтоб раз и все и полетел. А это ж труд. В этом плане руководитель клуба Дмитрий Строг. Говорит, чтобы обуздать дельтаплан понадобится месяца три. Сам он впервые полетел 25 лет назад. Ощущение на всю жизнь. Первый раз и все. И мне земли нет. Я вот так вот вцепился в дельтаплан, прилетел. И все. Я помню, был постоянно, как у всех, первый крик. А-а-а! Я пролетел. На самодельном тренажере новички пробуют управлять аппаратом, перенося вес тела и тормозить. Но первым делом учатся правильно падать. В полете может произойти все, что угодно. В подобных ситуациях побывали и опытные дельтапланеристы. Леонид летает больше трех лет. Уже перешел с учебного дельтаплана на собственный. Но случай в Хакасии помнит до сих пор. Гроза быстро разрослась. Шоколадистый ветер подошел. Очень сильный ветер поднялся. Усилился резко. И все. Меня унесло. В этот момент я в воздухе был. И меня этим ветром унесло. Мне пришлось садиться на деревню. Я приземлился на землю. Зацепился крылом. А линия передач. Внештатная ситуация может возникнуть на ровном месте. В полете может затянуть в облака или горы. Поднять на большую высоту. Бросить на дома, деревья или воду. Однажды из-за резкого ветра дельтаплан разбили в дребезги. Килограммы запчастей и порванный парус в углу. Теперь как напоминание о том, что главное – безопасность. Подъехать меня. Запасной парашют. К сюрпризам в полете дельтапланеристов готовят заранее. Каждую неделю изучать теорию. Конструкцию, судно, аэродинамику и главным образом – метеорологию. Чтобы полететь, нужно сразу несколько погодных условий. Умеренный ветер, воздух не холоднее 10 градусов мороза. И восходящие потоки воздуха. Найти их – целая наука. Существуют всякие так называемые триггеры, которые способствуют сходу восходящих потоков. Допустим, это лес, дорога, еще что-нибудь. Какая-нибудь горочка маленькая, возвышенная. Иногда подсказки приходят в самый неожиданный момент. Лечу я, понимаю, что мы начинаем полмоничку снижаться. И на встречу у меня перышко так вот летит рядом со мной. А перышко у нас земли же не будет подниматься. Значит, горящий поток где-то есть. И вот я рядышком с этим перышком минут, наверное, 20 летал, пока поток не образовался заново. То есть я опять не набрал высоту. Для дельтапланериста важен быстрый разбег. Но из-за широкого размаха крыльев такую конструкцию сложно даже удержать на плечах. Вообще аппарат не так прост, как кажется на первый взгляд. Весит от 30 килограммов. Поэтому поднимать его нужно как штангу через присед и с прямой спиной. На сборку, если набить руку, уходит всего 10 минут. Но сами летчики называют этот процесс медитацией. Простые дельтапланы в основном делают из алюминиевых труб и парусины. В более дорогих применяют композитные материалы. Цена таких моделей может вырасти до полумиллиона. Ну и скорость их в три раза выше, до 120 километров в час. Сейчас у дельтапланиристов время ремонтов и тренировок. И уже в следующем году красноярцы планируют завоевать Кубок России.